Ну а следующий доклад я хочу предоставить профессору Эскене. Она представляет два учреждения, что в повышении квалификации ХМБА и в то же время в соусловление улазной хирургии сферы. И поэтому кому как не реагироваться именно в том, как подбирать препараты при нарушении после кентрифракционных операций. Пожалуйста. Благодарю за представление. Но я немножечко подкорректировала название доклада, потому что на сутки глупомный конгресс, поэтому здесь пару слов. Я надеюсь, что мне удастся сказать, что я пациенту глупомый. Пока я хотела бы представить своих соавторов, благодаря которым этот доклад может состояться. Ну я уверена, что определение синдрома ХМБА, за которое дано соответствующей организации, оно вам известно. Но в любом случае мы должны помнить, что оно приводит в это состояние к снижению остроты зрения и к дискомфорту. То есть мы не только получаем жалобу от пациента, но и получаем снижение объективного показателя, которое во многих ситуациях для нас с вами важно для оценки результатов хирургического вмешательства. От того или иного. Здесь указана статистика, и в США достаточно большое количество пациентов страдает этим заболеванием. Если говорить о классификации синдрома сухого глаза, то мы видим, что, говоря о хирургической патологии, мы все-таки, как правило, имеем дело с экзогенным синдромом сухого глаза. Не нужно забывать и о том, что сегодня в современности мы подвержены экзогенному воздействию различных факторов, сухого глаза, который также предрасполагает развитие синдрома сухого глаза. Это и в антистрии ультрафиолетового излучения, и кондиционирование помещений, и отопление. Наверное, многие из вас сейчас страдают в зимний сезон. И также применение капельных препаратов, содержащих консерванты, о чем мы сейчас слышали от Эгри Николаевича. Сама по себе слеза содержит дополнительные защитные механизмы, и снижение ее секреции усугубляет процесс развития патологии в глазной поверхности, и появляется так называемая замкнутая игру. Если говорить о дополнительной информации, какие же еще факторы риска существуют для развития синдрома сухого глаза, то есть такая публикация в 2015 году китайских авторов, они провели достаточно большое исследование среди членов семей пациентов, страдающих сухим глазом. И выяснилось, что, оказалось бы, многие вещи для нас неизвестны. Этиопия понятная, и контактная пинза понятна, что они повышают риски в два раза. Но оказывается, пациенты, страдающие гепатитом, в три с половиной раза чаще страдают синдромом сухого глаза, пациенту с гиперплазией предоставительной железы также страдают синдромом сухого глаза. И так очень много патологий, которые могут усугубить течение этого заболевания. Поэтому, разговаривая с пациентами, особенно с пожилыми пациентами с глухомой и катарактой, мы с вами должны учитывать на эти часа пустующие патологии и факторы риска. Если говорить о фактор массификации катаракты, которая тоже довольно часто встречается в нашей с вами практике, то оказывается, на основании данных исследований мы видим, что возвращение к норме слезопродукции с состоянием глазной поверхности происходит не ранее, чем через три месяца после операции. Это связано, на мой взгляд, как с травмой, которую мы наносим пациентам, так и с применением препаратов активных, которые мы назначаем в послеоперационном периоде. Поэтому вопрос восстановления страды зрения этих пациентов и применения гепатитов является чрезвычайно актуальным. Так же, как и для пациентов с глухом, у которых на заболевании глазной поверхности встречается до 60%, и в тяжелой форме 36% по данным публикации. И частота синдрома сухого глаза увеличивается пропорционально на росту количества ретендольных препаратов. Сегодня в нашей практике, в моей практике, мы очень часто стараемся уйти от стандартных препаратов, без консервальных, слава богу, они появились на рынке, и комбинировать их с леприкатами, но таким образом, чтобы не снизить гипотензионный эффект. Если же говорить о молодых пациентах, а все-таки мы это охват сегодня в большей степени посвящен молодым пациентам, то я с большим удовольствием сейчас вам сначала предоставлю информацию о исследовании студентов 2016 года. И вы видите, что даже эти самые студенты, которые уносят контактные линзы довольно часто, тоже молодые страдают синдромом сухого глаза. При этом они часто пытаются закапывать капли, чтобы себе помочь, и при этом сами же себе вредят, потому что не знают, чего капает, и вероятность развития синдрома сухого глаза этих пациентов повышается в два раза. Обнаружила публикацию Дмитрия Юрьевича, на которого тоже ссылаюсь с большим удовольствием, который в журнале про тайно-рефракционную хирургию опубликовал свою статью о том, что пациенты, планирующие лазерную коррекцию зрения, в 36% случаев носили контактные линзы, и только в 20% случаев использовали любриканты. При этом дефицит слез в продукции у них отмечался тоже в 36% случаев, и нестабильность слезной пленки в 10% случаев. То есть это уже категория пациентов предрасположенных и страдающих апреля данной патологии. Мы видим нарушение состояния бакаловидных клеток, и, к сожалению, лечение эти пациенты получали в два раза реже, чем они в нем нуждаются. Это приводит нас с вами к выводу, что все-таки пациенты надо готовить к этим операциям заранее. И я прошу докторов, которые рекомендуют пациентам коррекцию зрения, оценивать состояние глазной поверхности и назначать сразу бесконсервантные лебриканты для того, чтобы пациенты могли скорее попасть на операцию. А почему же происходит изменение состояния глазной поверхности и слезопродукции после мазарных операций? Оказывается, все очень просто. Повреждается поверхностное суббазальное нервное сплетение. Таким образом секреция слезонарушается. Вот здесь логическая цепочка, алгоритм, каким это образом происходит. Сейчас мы проводим аналогичные исследования для различных типов операций, я думаю, что скорость могу предоставить вам данные. А пока доказано, что порядка 90% нервных окончаний исчезает у пациентов после операции типа ЛАЗИК, и их не удается обнаружить в течение нескольких месяцев потом после операции. О какой слезе мы с вами можем говорить. Кроме того, другие факторы еще влияют. И в течение послеоперационного периода, и глубина абляции, и ширина ножки клапана, и также сопутствующие патологии, о которых мы с вами уже поговорили. Почему нам с вами важна слезная пленка? Да потому что она вместе с эпителем, который является частью оптической системы глаз, дает нам остроту зрения. Острота зрения для здорового пациента, который подвергается коррекции зрения, это здоровое, как правило, пациента, это первые критерии успеха операций, комфорта и удовлетворенности. И это наша с вами ответственность. Можно предположить, что появившаяся сейчас новая технология SMILE избавит нас от этой проблемы, потому что она сохраняет поверхностно-нервность плетения роговицы. Но если мы с вами вместе подумаем, то мы поймем, что все-таки пациенты эти, как правило, носят контактные лица, и предрасположенность у них к развитию патологии глазной поверхности существуют. Хотя данные о состоянии нервных окончаний после операции SMILE очень обнадеживают. Говоря о назначении препаратов пациентов рефракционно, мы, конечно, говорим все-таки о препаратах низкой вязкости, потому что это синдром с холлого глаза. Легкая форма, как правило, реже более тяжелая. И о влиянии консервантов на глазную поверхность мы с вами уже слышали великолепно, я не буду повторяться. Соответственно, выбирая лебрикант после лазерной коррекции зрения или для подготовки препаратов, мы должны учитывать следующее требование этих пациентов. Это и комфорт, и отсутствие влияния на строку зрения, и стимуляция репаративных процессов. Где взять такое волшебное лекарство, до некоторых пор нам было неизвестно. Рекомендую местную терапию пациентов при лазерной коррекции зрения. Мы, конечно, говорим о послеоперационном введении, но я еще раз хочу акцентировать ваше внимание на предоперационной оценке состояния глазной поверхности и на подготовке пациентов по возможности к этому вмешательству. Мы обязательно назначаем пациенту без пациентной препараты в течение нескольких месяцев после операции, вне зависимости от типа операции. Теперь я перейду все-таки к теме и к препарату, который я бы хотела сегодня вам еще раз представить. Мы говорим о препарате на базе 3D-лозы и говорим о результатах экспериментов, которые показывают эффективность этого препарата в различных условиях. Если говорить о испытании ВИТРО, мы с вами обсуждали, что были ингубированы клетки эпидемии артолицы в различных условиях, и только препарат реголоза по сравнению с буферным раствором гиалуроновой кислоты показал великолепную устойчивость к высушиванию. Вы видите гистологические препараты, которые также показывают сохранение структуры ядра в инвитро на фоне применения препарата реголоза. Эксперименты НМИВА, когда на мышей воздействовал воздух сухой, кондиционированный, как на нас с вами очень часто он воздействует, показали, что именно применение препарата реголоза по сравнению даже с сывороткой крови, естественно, по сравнению с буферным раствором, оказывает значительное влияние на состояние грозной поверхности мышей, и вы видите, вот здесь состояние роговицы абсолютно сопоставимо с состоянием интактной роговицы до начала эксперимента. Бакаламидные клетки комьюнтивы также благодаря применению треголоза становятся более устойчивыми, хотя здесь лидируют все-таки сыворотка крови в защитных своих свойствах. Также показано защитное свойство реголоза на фоне воздействия ультрафиолетового излучения. Давайте мы сейчас перейдем к результатам нашего собственного исследования, потому что это, на мой взгляд, очень важно. Мы провели исследование и применили препарат реголоза по сравнению с группой контроля, которые получали препарат на фоне гиалуроновой кислоты. Здесь показаны критерии включения и исключения, и исследования, которые мы проводили этим пациентам, и также таким образом оцениваем результаты этих исследований группы, эти абсолютно сопоставимы как по степени близорукости, так и по возрасту и по полу, и по глубине абляции. Кроме стандартной схемоведения, только разница заключалась в тех каплях, как я ни каплах гиалуроновой кислоты и препарат реголоза. И мы видим, что достоверно улучшились показатели проба норма, и индекс состояния глазной поверхности был стабилен у пациентов, получавших реголозы по сравнению с препаратом гиалуроновой кислоты. Остальные показатели, которые нам удалось собрать, не дали нам достоверных, статистически достоверных отличий, ни острота зрения, ни динамику достоверных Ширмера не дали серьезных отличий. Итак, что же такое препарат реголоза для нас с вами или ТАЛОЗ, как он сегодня у нас продается во флакончиках. Конечно, это препарат особый, он по своему составу не близок к слезе, но это бесконсервантный препарат, он замедляет афактосклеток, это доказано экспериментально. Он отсутствует незатуманимое зрение, он повышает устойчивость слезной пленки, и это нам важно для восстановления остроты зрения. И стабилизирует клетки в условиях высыхания, в нашей с вами естественной активной жизни, увеличивает количество бакалоритных клеток конъюнктивов и защищает от повреждающих детства ультрафиолета. И имеет право называться препаратом выбора в практике ведения пациентов в предоперационной и послеоперационной при различных хирургических вмешательствах. Спасибо за внимание. Спасибо большое за такой подробный разбор очень сложного материала, потому что нам не хватает времени разбирать. Мы только вас слушаем и записываем. Спасибо.